Этому парню всего лишь 9 лет, а он уже перестреливает профессионалов, играет на самых высоких рангах и показывает отличные результаты. Давайте же посмотрим, как именно он это делает и какие фишки использует в своем геймплее. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, поскольку самые интересные моменты именно в финальной катке. Просто напоминаю, что вы можете поддержать меня лайком и подпиской, это очень помогает каналу в развитии, ну а начинаем после небольшой рекомендации. Спонсором ролика является компания 1Х, наиболее надежная, с лучшими предложениями. Если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим роликом вы легко найдете ссылочку и там по промокоду EROKES вы получите до 520 долларов бонуса. Я желаю вам, конечно же, удачи и только побед! О, кстати, вот это прикольный момент, что он сразу ставит свой ранг и показывает, вот, катка на осмастере, чтобы как бы вопросов не было. Это умно! Некоторым ютуберам можно бы вот тоже так делать, потому что многие ранг вырезают, как мы знаем, да-да. Ну вот, не Unicom. Играет в дуо. И, что интересно, я знаю, многие за это уж точно ему респектанут, это он играет на мобиле, не на айпаде. В комментариях есть отдельная каста людей, которые кричат, что на айпаде, типа, любой может нагибать, что на айпаде, типа, за тебя сам айпад играет. То есть тебе вообще не нужно ничего делать, и что там спрейить можно как угодно, и все делать как угодно. Единственное, что непонятно, почему эти люди не берут айпад и не разматывают все и вся. Ну, как бы, наверное, им просто не кайф. Вот, поэтому здесь, как бы, да, окей, но вот играет на мобилке. Действует довольно-таки четко. У Unicom, насколько я знаю, идея именно больше такая вот выверенная, киберспортивная. То есть парень, наверное, не знаю, как правильно формулировать. Ну, короче, парнишка, вот, хочет двигаться именно в этом направлении. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Неприятно, нахопал наполовину здоровья, но, в принципе, нормально. Отошел, спрятался, прислушивается. Все зачекивает. Никуда особо не торопится. Знает, что рядом враг и его так аккуратненько выслеживает. Хорошая очень стрельба. И вот он, он как раз соперник подставился. Единственное, что Unicom явно не очень сейчас здесь хорошо выходит и правильно додумался кинуть гранатку. К сожалению, ничего более эффективного, чем танцевальное, не было. Но все равно заставил врага подняться. И это уже отлично. То есть здесь прям хорошо все сделал. Ну, единственное, что видно еще, что у него нет прям огромнейшего количества часов в этой игре. То есть нету там каких-то десятков тысяч, как у, например, того же самого Райдина. То есть какие-то вещи он делает не на автоматизме, а немножечко задумывается. Это неплохо, ни в коем случае. Просто, ну, как бы, когда еще больше он наиграет часов, когда еще больше он приобретет опыта, то это все будет делаться гораздо быстрее. Ну и, в принципе, это отличает вот ранг игрока и его уровень, то, насколько все быстро нажимается. Притом, не только в PUBG Mobile, а вообще абсолютно в любой игре. Здесь, опять же, пока что отыгрывают больше от защиты, поскольку тиммейта нокнули. Под гранаты не подставляются и Юнику держит позиционочку. Опять же, неприятный момент с ноком. Ну и нужно разбираться самому, нужно отыгрывать в соло. Здесь понимает, что если не агрессировать, то его просто задавят. И поэтому вынужден выходить на врага первым, пока есть такая возможность, пока все еще позиция позволяет. И отлично! Все, в принципе, сработало. Кстати, играют, я так понимаю, дуо именно против дуо, а не против сквадов. Ну, мне кажется, что все-таки Юнику стоит перейти на сквад режимы. Почему? Потому что это сложнее, будет быстрее прогрессировать. И, ну, его скилл позволяет. То есть, если бы ему, например, дуосы тяжело давались, то можно еще на какое-то время было бы остаться, да, поднабраться сил. Но поскольку мы видим, что каких-то больших трудностей у него не возникает, то, в принципе, почему бы не попробовать свои силы против отрядов? Просто прикол в том, что если кто-то играл вот подобные вещи, тот меня поймет. Вот, когда ты играешь против каких-то, там, условных отрядов, потом заходишь в соло режим, например, ну, насчет дуо я не очень помню. Я играл либо соло, либо сквады. Вот, то для тебя соло становятся слишком скучными. Ты, типа, понимаешь, что там, ну, ух ты. Что там, как бы, ну, не та игра. Вот, поэтому здесь, может быть, будет примерно такая же история. Забавно получилось с тачкой. Примерно такую же тему. Вот, буквально вчера выложил с Виктором и... Жезлами транспорта. Там есть новая фишка, новый трюк в шорцах, если что. Можете посмотреть, прикольный очень. Как выясняется, он не всегда работает. Ну, да ладно. Хоть иногда работает и на том. Спасибо. Ну, а еще, друзья, конечно же, я хочу вам рассказать про то, что я каждый день практически раздаю ЮСишки в своем телеграм-канале Эрокес Биба. Ссылочка есть в описании. Приходите и участвуйте. Вот, например, трое сегодняшних победителей. Каждый из них получает по 325 ЮСи на аккаунт. Уже даже получил, я сразу же отправляю. Поэтому участвуйте. Участвуйте. А все ЮСихи предоставлены OnTopUCShop. Это лучший магазин, там самые выгодные цены, отличные предложения и много способов оплаты. Быстро, надежно, безопасно, уверенно. Так что подписывайтесь. Кто не подписан на OnTop, тот в розыгрышах не побеждает. И ЮСи халявные не получает от слова совсем. Вот так вот. Ой, хорошая Хаешка залетает. Четенько накидывает и по второму на лестнице. А, нет, это все-таки разные дуо или это все-таки сквады и я оказался неправ. Просто все время они как раз перестреливали двойки. Но здесь как будто бы три человека сейчас было. Сложно, если честно, здесь определиться и понять. Но вроде тоже двойками подходят. Ой-ой-ой-ой-ой, это он специально выложил канистру? Если да, то ты умен. Но не смог ее сдетонировать. Не смог ее вынести. Кстати, я не уверен, но по-моему эти катки со стримов. То есть он еще, да, стримит в лайве. И если кто хочет обзор на его стрим, то давайте вот пишем в комментах и лайки жмякаем. Если будет хороший такой актив, то сделаю обзор именно не на выложенную катку, а на катку со стрима. Например, не самую удачную, да. Посмотреть, так сказать, в реальности, что куда как. Только если вам это интересно, друзья. Вы же знаете. Я как бы руководствуюсь вашими просмотрами и вашим мнением. Так, значит, еще один подъемчик для тиммейта. Это хорошо. Реализовали вторую жизнь и... Вовремя поставил портал оппонент. Это разумно. Ну и если ты даже сейчас кинешь гранату ровно в портал, то она взорвется в другом, по идее, месте. Так что нужно кинуть куда-то рядом. По идее, тиммейт сейчас может взять какой-то угол. Что-то я пропустил. Что произошло? Ну да ладно. Вроде фрагов не прибавилось. Не получается хорошо выставить портал. Эта тачка заблокировала дверь. И теперь нельзя выйти на балкон и залезть на крышу. И, внимание, 20-20 загадываем желание быстрее. Чтобы... Эта тачка! Чтобы вот так вот не слетело. И чтобы вы... Успели. И чтобы оно исполнилось. Отлично. Ну и второй где-то, дружочек, бегает на подхвате на занюхе. Там, если что, есть второй. Не, ну тут, очевидно, мне кажется, не получится залезть на крышу никаким образом. Это будет крайне проблематично. Ну, конкретно с этого балкона. Есть же еще второй. Так. А есть еще вот такой портал, который упрощает задачу. Ай-яй-яй-яй! И П-90! Сильная пушка. Не получилось как-то переиграть. И посмотрите, один чувак на П-90 вынес обоих. Бывает, ничего страшного. Мастер-легенда. Ас-мастер. Смотри! Ну, это только первая из обозреваемых сегодня каток. Пошли вторую. И третья должна быть самая мега интересная. Так что... Запасаемся вкусняшками, друзья мои. Если вы не кушаете, то самое время начать. А если кушаете, то, конечно же, приятного аппетита. Хорошо разогревает хаешечку. Ну, а такой не увернешься. Так называемая моменталочка, да? Не успел ты ее увидеть, а уже смерть. Здесь, конечно же, опять же, хотелось бы иметь молотов. Кстати, вот за предыдущую катку и за эту я... Нет, обманул. Вот только поймался на мысли. Кидал он молотовый, кидал все. Так что гранаты... Гранаты есть. Просто конкретно здесь, скорее всего, не залетело. Да, вот взял коктейльчик. Ну, опять же, если данное видео смотрят новички, то просто лишний раз отмечу, что профессионалы всегда берут... Ну, и просто хорошие игроки всегда берут очень много гранат. И, что самое важное, их бросают. Потому что есть такая тема, что можно набрать полный инвентарь, а потом с этим же инвентарем умереть. Вот, поэтому важно не только иметь утилити, но и ими пользоваться. Вон, например, лежит бутылочка. Юника сразу ее подметил. Такой, опа, давай. Хорошо пекает. Довольно неплохой соперник был. Так, тоже грамотно двигался, грамотно действовал. Но мы видим, что на одном буквально хп все-таки выжил и перестрелял. Игроков локации 2, то есть остались буквально 1 на 1. А, все уже, даже это же с тиммейтом или же нет. Что-то я не могу понять. Нет, по идее это с соперником. 1 на 1 файт. Так сказать, финальный рейд босс. Ну и должно быть 11 убийств. Это хорошо. Это такой прям мощный, приятный показатель. Ну и, братишка, увидимся уже на земле. Взял себе МГ-3. Интересно, почему не стал брать по 90. Что, у него все жизни на месте, все есть. Так что... Вопрос, на мой взгляд, остается открытым. Ну, ладно. Чуть-чуть не дожал. Ничем, бывает. Пытается залезть на крышу, но здесь это сделать проблематично. По идее, это получилось бы с контейнера. Ну да, с ковра тоже, в принципе, хорошая тема. Но время потерял так немало. Из-за этого здесь не успел занять позицию. И придется отыгрывать снизу. Танец граната должна пресечь какую-то вот такую агрессию. Чуть подразделить соперников. Опять же, это очень важно. Когда играете соло против нескольких, Так, чтобы враги не выходили вместе. Тем более, на каких-то своих условиях. То есть, вот здесь у Юника хорошее укрытие. Вот он, он двоих раскидывает. И да, это сквады. Это не дуосы, как мы прекрасно видим. Ну и тогда вообще красавчик. Четко размотал. Да-да-да, вот еще немножечко БМа. Чисто, чтобы пацаны не расслаблялись. Но это еще не все. Еще какие-то парняги пытаются тут что-то сделать на одном здоровье. Здоровье! Ой-ой-ой, это жесткий пацан какой-то. И второй еще справа. И третий сзади. Похоже, что это конечное. Да, вот здесь все-таки зажали. И не смог. Не смог достаточно прогрессировать. И пресечь какие-то вот такие встречные действия от оппонента. Ай-ой-ой, этот МГ-3 отрабатывает еще больше. И все жизни были истрачены. Вот сейчас опасный момент. Выносят обоих. И даже не смогли сбить тиммейта. Красиво. АМР-ка. Четыре патрона. Выходит на размены. Сверху еще двое. Опять же закрыли. Ребята, ну вы еще такие жесткие. А с мастер так или иначе. Но здесь мы видим реально сопротивление. Мы видим, что... Игроки не подобны ботам. Я думаю, это вот как раз то, чего хотели многие комментаторы. Потому что все время вижу какие-то возгласы такие типа... Ой, да понятно там. Рекорд не рекорд. Пришел там 40 ботов, убил. Все дела. Вот надеюсь, друзья, те, которые вот это писали, вы сейчас счастливы. Вот, пожалуйста, во мне боты. Юнику справляется с ними достаточно качественно. ДБС сейчас выпал из меты. То есть он все еще неплохой ганн. Но уже даже те же профессионалы предпочитают брать сайгу. Ай-яй-яй-яй. Что-то там кнопки вылезли. Не те, которые надо. Похоже, что это конечные смоки. Но нет, не получилось. Чутка подставился. Ничего, бывает. Залетаем на корабль. Перо под ребро. И сюда еще одного. Ну, хорошо. Просто сказка. Ваше транспортное средство курит. Сказала женщина. Ну. Видимо, оно нездоровое. Транспортное средство. Не надо. Чалуба. Челяба. Я сначала прочитал немного по-другому. Типа, че? Ну, ты понял. Катки довольно сложные. Прям реально. Я, если честно, думал, что, ну, типа, это будет одна. Короче, их получается даже не 3, а 4. А может даже и 5. А сколько мы их посмотрим? Да, короче, уйму. Огромное количество. Миллион. Здесь, правда, 5 патронов. Вот это немножечко напрягает. Если что, придется идти в ножевую. Просто достал. Нож режь. Нет, еще танцуй. Не, нормально. Есть тиммейт. Ну, и не пришлось на последней пуле. Нифига себе. А ты видел, как они улетают? Прикольно. Ха-ха-ха. Ничего себе. Ты видел эту тему? Если добиваешь игрока на летящем корабле, как это круто выглядит. Они такие, уи-и-и. Вот это вау. Впервые вижу. Вот просто каждый день что-то новое в PUBG Mobile находишь. Вот такая хрень смешная. Ну, реально же смешно. Такие, уи-и-и. Хорошо. Камилу какую-то забрал. Не пожалел. Привет, бру. А, это опять Камила. Камила, ты за второй порцией пришла. Камила неугомонная. О, хорош. И добить. Быстро сообразил. Взрыв канистры. Это вообще всегда приятно. Так, поймать соперника. У меня поэтому есть внутренний страх канистры. То есть, я когда ее вижу, я сразу ее поднимаю. Потому что, ну, его подальше. Хорошо. И справа еще. Нет, нормально, никого нет. Теперь как бы ног на ног. И уже у тиммейтов будет чуть меньше времени. Единственное, что позиция все-таки не позволяет чекать. И здесь не было понятно, где находится враг. Ну, и видос на этом резко обрывается. А здесь будет очень бодрая катка с прям реально большим количеством фрагов. Не буду спойлерить сколько. Можете попытаться угадать в комментариях. Но их точно будет много. Я вот, кстати, не до конца понимаю, для чего люди занимают вот эту комнатку. Это чтобы крысить тех, кто прибежит порталить. Кстати, интересная тема. Будьте осторожны. Видите, я уже не первый раз замечаю, что чуваки прям сидят в этой комнатухе и ждут. Пока к ним кто-то придет. Так что, если вы надумали выбежать из стартовой локи раньше через вот этот вот портал, то будьте обязательно бдительны. Хорошо, это я так понимаю тиммейт поднокнул. Да. Идет атака на верхних и есть инфа по вот этому парню. Будет ли граната? Не результативно. А куда он? А, он за колонной. Вот за да-да-да-да-да. Хорошо, вот это прям выкурил. Вот она сила молотова. Тут у парня не было ни малейшего шанса. Здесь нужно очень так хорошо кинуть гранату, чтобы она еще и отрикошетила и чуть-чуть вперед пролетела. Тоже такая не самая простая механика. Нужно это понимать. Что у гранаты есть некоторая коллизия и что, когда она ударяется о землю, она не остановится, как дым. Хотя дым тоже, ну, у дыма чуть меньше отскоков. А у ХАЕшки еще будет и поэтому нужно кинуть чуть-чуть, как бы, поближе на себя. Мне нравится, как он стреляет. То есть, вот прям зажимы такие хорошие. Видно, что он контролирует. Видно, что так ровненько все идет. Ой-ой-ой, вот как здесь. Вот это прям идеальный был. Тут прям чела просто разнесло. Без малейшего даже шанса на то, чтобы понять, кто тебя убил. Не то, чтобы что-то сделать. Хорошая проверочная гранатка. Есть ли кто-то еще на этаже? Видимо, нет. Это баг? Да, это... Нет, это не баг. А, это еще и тиммейт. Спасибо, бро. Спасибо. А, нет, подожди. Что произошло? Это враг был? Стой. Юнико кинул гранату вперед. Гранаты столкнулись между собой? Если что, в полете гранаты могут. Очень похоже, что он кинул гранату. И при этом враг тоже кинул гранату. И они, типа, как-то столкнулись между собой. Полетели хрен пойми куда. И... В итоге граната врага все-таки его нокнула. Что-то жесть какая-то. Вообще, я запутался, честно. Ну, благо, что подняли. Нормально все. Хорошо. Братанчик, никуда ты не уедешь. Сиди здесь. И школьники. Давай, раз, два, три. О, обе гранаты разогревают. О, пацаны, сейчас бомбардировка пойдет. Одновременно практически они летят. И... Одновременно взрываются. Двойной урон, так сказать. Еще вот туда молотов. Да, вот прям очень много кидает различных гранаток. Это кайф. Это максимально правильно. Не дает сопернику перебежать. Немножко тут подлагнуло что-то, видимо, в записи. Еще двое есть. Хорошо накидал в пиксель. Кстати, позиция была сейчас проигрышная. Но за счет хорошей стрельбы ее вывел на себя. Ну не, карта нам сейчас не нужна уж точно. Подбирает еще новые гранаты. И здесь сейчас будет рикошет. Да. Рикошет больше отгоняющий. Тиммейт выходит. И еще один от балки. Хорошо. Вот это 100% ног. Рикошеты работают просто прекрасно. Ну и поскольку есть ног наверху, можно выйти и сагрессировать. Пацаны явно будут пытаться поднимать друг друга. Но интересный. Вот такой вот третий партизан в спине. И это очко. Хорошо. И пошла дальше фармешка. По тиммейту даже пострелял со страха. Правильно. Как бы не подставляйся. Как говорила моя бабушка. Я сначала стреляю. А потом спрашиваю, кто там. Вот здесь примерно так же. Два парня в гиликах. Мохнатые. Два мохнатых брата. Интересно, это по ним стреляют с горы? Не, по юнику. Здесь нельзя сейчас просто так бегать. Надо обязательно, конечно же, подхилиться. Ну и хорошо, что есть правый ног. Можно поработать по этим пацанам. А парень на холме останется на закусочку. Молотовым отрезал тубзик. Плюс там что-то где-то торчит. Первого не подняли. Неужели вот там на холме это поддержка с этого же сквада? Ну, очень похоже, что да. Ну, тогда довольно-таки растянуто они играют. И этим можно воспользоваться. Да, замечательно. Там, короче, у одного был нигде дед. У этого отец, а у третьего какой сына? Или мой ездюк? Не. Ну да, было бы прикольно. Ну, что-то сын, короче, уехал на ковре. И решил, что оно ему не надо. Ну, может быть, будет реанимировать. Хотя, по идее, уже станции закрыты. Ну да, тогда... Тогда наоборот, надо ехать и разматывать. Да, в натуре сына. Ха-ха, ля, прикол. Ну, пацанов, а четвертый? А четвертый кто? Гомункул? Ну, смотри, прямо они и умерли по естественной, так скажем, череде. Сначала дед, потом батя, потом сын. То есть, естественный отбор в пабге на ваших экранах. Хорошо. И еще двое. И мы подбираемся к Трицалику. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это уже... Это уже солидно, согласитесь. Это уже прям... Мое уважение. Поглядим, получится ли добрать еще троих. Ну, по идее, должно. Все-таки... Сколько? Девять соперников? Убить троих из девяти? Не выглядит, как какой-то большой челлендж. Даже последняя пуля не добила. Не, хорошо дотикал. А, нет, тиммейт забрал. Ай-яй-яй. Не, ну, если так будет, то, конечно. Глянь, тиммейт вообще забирает все. И уже четверо. Уже нужно убить троих из четырех. А это уже челлендж. Ну... А, нет, двоих. Одного юнику все-таки дали. Тогда 50 на 50 делим с тиммейтом. Давай, братан. Ровно пополамку. Первый есть, хорошо. И еще один. Вот этот, за деревом. Гранатка разогревается. Сейчас будет бомбачко. И... Это супер очко! Хорошо. Отлично разменял. И... Нет, 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 нет. Не надо было! Побежал резать тиммейта. И... За это был наказан. Ну, вот такой вот геймплей. Опять же, Асмастер. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что досмотрели видос до конца. Увидимся завтра. Ведь ролики каждый день.